Когда это случится, правительственное регулирование станет бессмысленным. Если у тебя будет регулирование или закон, но не будет силы заставить исполнять его, всем будет все равно. Поэтому все законы о регулировании, которыми сейчас пугает сообщество, спустя годы превратятся в пыль. Никто не будет обращать внимания, потому что в них не будет смысла. Это и есть та самая в кавычках трагедия, которая происходит. Правительствам придется принять факт, что им самим придется. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди. Добро пожаловать в новое видео. Уже много-много лет биткоин и эфириум преследуют один вопрос. Сможет ли эфир обогнать биткоин? Сегодня мы об этом поговорим и узнаем ответ на этот вопрос. Но самое главное, что я хотел бы сегодня тебе показать. Крипторегулирование. То, что всех так сильно пугает. Из-за чего крипта постоянно падает, как только где-то в какой-то стране заговорят о законах, регулирующих ту или иную криптовалюту. Сегодня я покажу тебе интервью, в котором четко сказано, почему все эти крипторегулирующие законы на самом деле в будущем не будут играть совершенно никакой роли. Более того, именно мы будем диктовать условия, а не нам будут диктовать условия эти правительства. Каждому правительству на этой планете придется приспосабливаться к новым условиям. Очень интересно, поэтому усаживайся поудобнее, поставь лайк, подпишись на канал, если ты тут впервые. Здесь мы регулярно говорим про криптовалюты. И, конечно же, каналу ABC Summit. Большой респект, лайк и подписка. Децентрализованные биржи – это будущее. И когда оно наступит, криптосообщество будет абсолютно свободным. Они не смогут регулировать его, они не смогут запретить законами их, они не смогут говорить, что можно делать, а что нельзя. Думаете ли вы, что эфир может обогнать биткоин? Дело не в том, будет ли это биткоин или эфириум. Сейчас уже более 5000 монет, я не знаю, какая победит. Дело не в победе, дело в выборе. В выборе монеты, которую я хочу использовать для той или иной функции. Я думаю, в конце будет все, что угодно. Будет монета даже для мороженого. Будет айскрим токен. И тебе даже не нужно будет задумываться об этом. Твой кошелек выберет монету за тебя. Если это будет выгоднее, он использует токены айскрим. Если же ты пойдешь в кино, то он будет использовать кино токены. Так что вопрос биткоин или эфир не совсем правилен. И биткоин, и эфириум найдут свое место в будущем. Так же, как и айскрим токен. Блокчейн – это очевидное решение для этих вещей. Например, один и тот же человек сейчас на выборах может проголосовать множество раз. Это фальсификации. Блокчейн же сможет идентифицировать одного человека одним голосом. Блокчейн решит большинство проблем, связанных с мошенничеством и обманом. Например, если бы блокчейн существовал с самого начала истории, история была бы совершенно другой. Почему же? Что такое история? Это записи, написанные победителями. Проигравшие не имеют права голоса. Они не могут рассказать свою историю и свою перспективу. Их реальность исчезла из человеческой истории. Но если бы у нас был блокчейн с самого начала, этого бы не произошло. Мы бы имели абсолютно все записи в сохранности. Мы бы знали правду. И мы бы определяли себя совершенно иначе. Блокчейн – это очень мощный инструмент для сохранения истории. И я думаю, однажды он и будет это делать. Начиная с голосования и заканчивая проблемой цепочек поставок. Он будет формировать любой аспект нашей жизни. Он сможет удовлетворять даже частные потребности. В какой-то момент в будущем мы даже не сможем больше лгать. Вся правда будет записана. Правда – это значит, что и приватность уйдет в прошлое. Но зато ты получишь взамен свободу, потому что ты будешь жить в мире правды. Почему блокчейн так силен? Потому что он не находится под контролем человека. Его контролируют математические формулы, которые не лгут. Ты можешь сказать неправду мужу или жене, и он или она поверит тебе. Но не блокчейн. Так что он полностью изменит культуру. Изменит отношения людей. В лучшую сторону. Сначала будет сложно для тех из нас, кто привык лгать и обманывать. Звонить начальнику и говорить, что я заболел, а сам играешь в гольф. Все это исчезнет. Ты сможешь взять отгул, но тебе придется быть честным. Босс, сегодня я играю в гольф. Так блокчейн изменит общество. Вы также политически активны. Почему я должна голосовать за вас? Вы не должны. Я блатировался в президенты в 2016. И что это дало мне? Доступ на сцену перед всей нацией. Где я мог говорить о вещах, которые я считаю важными. В 2016 я думал, что проблема общества это безопасность. И она была тогда главной проблемой. И потому, что я говорил об этом, наша киберзащита стала куда сильнее. На этот раз я говорю о блокчейне и криптовалюте. И как они смогут освободить людей. Как они сделают каждого ответственным за свою финансовую свободу. А из финансовой свободы вытекают все остальные. У меня есть достаточно много фанатов и аудитория, которая дает мне право баллотироваться. Но на самом деле мне все равно, проголосуете ли вы за меня. Для меня невозможно быть президентом. Ни за что. Несколько месяцев назад со мной связывалась организация PinkDate. Они хотели создать токен для проституции. В этом есть смысл. Если ты используешь токены, то твоя жена не получит уведомление на кредитку о трате 500 долларов. И не будет спрашивать тебя, а куда это ты потратил полтысячи. Дело в том, что эта организация не смогла организоваться и развалилась. Но я убежден, что токены и криптовалюта будут в каждом уголке мира. В Америке был молодой школьник, лет 7 от роду. Он создал ERC-20 токен под названием Billy Token. И каждый в его школе использовал этот токен как валюту. Одна из проблем криптовалюты, что она как дикий запад. Никакого закона, никакого регулирования. Если у тебя есть пушка, ты идешь в магазин выпивки и грабишь его. Так что надо позаботиться о себе и быть осторожным. И нам не нужно какое-то давление со стороны властей. Что нам нужно, это образование в этой сфере. Если ты знаешь, например, что какая-то биржа фактически грабит тебя, и все об этом знают, не нужно закрывать биржу. Нужно просто отказаться от нее, и она закроется сама, потому что никто не будет ей упользоваться. Это совершенно другой мир. Блокчейн базируется на информации, реальности и правде. Нужна ли полиция, чтобы закрыть ее, если у нее не будет клиентов? Нет, она сама застрелится. Макафи Security Alliance собирает подтвержденную информацию об этих главных скамерах в индустрии и большинстве бирж. У них слишком много власти. Никто не знает, где они базируются, кто там работает. Поэтому они могут делать все, что угодно, что, собственно, и происходит. Поэтому мы и создаем наш альянс, чтобы предостерегать людей. Если вы переведете деньги на эту биржу, то они будут их удерживать, и вывезти их будет проблематично. Так что прекратите использовать ее. И это проблема. У нас до сих пор есть централизованные биржи, которые в том числе могут закрываться правительствами. Это сила, которая у правительства еще остается. Если мы не придерживаемся их регулирования и правил, они могут закрыть нас. Но спустя два года мы будем на децентрализованных биржах, когда биржа работает на миллионе устройств. Десятки миллионов смартфонов по всему миру поддерживают работу биржи. Их количество постоянно меняется, при этом и телефоны тоже меняются. Это просто невозможно закрыть. Когда это случится, правительственное регулирование станет бессмысленным. Если у тебя будет регулирование или закон, но не будет силы заставить исполнять его, всем будет все равно. Поэтому все законы о регулировании, которыми сейчас пугает сообщество, спустя годы превратятся в пыль. Никто не будет обращать внимания, потому что в них не будет смысла. Это и есть та самая, в кавычках, трагедия, которая происходит. Правительствам придется принять факт, что им самим придется измениться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok